Люберецкий штаб волонтёров вновь на передовой оказание помощи. Ежедневно активисты обрабатывают 50 заявок и оказывают поддержку тем, кто находится в зоне риска. Что мотивирует добровольцев каждый день безвозмездно помогать людям в репортаже моих коллег. Для того, чтобы стать волонтёром, предъявите, пожалуйста, вашу фамилию, имя и отчество. Олеся Морозова принимает звонки от тех, кому нужна помощь, и от тех, кто готов начать её оказывать. Ежедневно в Люберецкий штаб поступают заявки от желающих пополнить ряды волонтёров. Олеся планирует стать юристом. Говорит, от оказания бескорыстной и безвозмездной помощи людям получает удовольствие. Мне просто нравится помогать. Я могу просто поговорить с бабушками или дедушками. Они могут рассказать обо всём, что их тревожит, потому что они зачастую одинокие. Молодые люди разносят продукты, ходят за лекарствами, оплачивают коммунальные услуги. Помимо адресной поддержки пенсионеров, ребята раздают маски на улицах и напоминают жителям о мерах санитарной безопасности. Будущий графический дизайнер Мила Илькаева совмещает волонтёрскую деятельность с учёбой в колледже и спортивными тренировками. Я общительный человек, я готова к тому, что можно помочь. Очень приятно видеть людей вблизи, с ними контактировать и общаться. Антон Байчук присоединился к штабу волонтёров по совету одноклассников. Быть добровольцем и приятно, и полезно. Признаётся, что рассчитывает получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в ВУЗ. Для души это комфортно. Плюс новые знакомства, больше связей. Сегодня у меня был первый выезд. Легко удалось его совершить, так как мне помогали. Я готов продолжать так и волонтёрить. Первый выезд по заявке всегда проходит с опытным наставником. Каждый новый член команды проходит инструктаж. Купили продукты. Приходишь к заявителю и отдаёшь ему. Здравствуйте, дорогой Семёнович. Здравствуйте. Принесли вам продукты. Спасибо вам громадное. Слевушек, и куфа, и кличка, и овсянка. Всего вам спасибо большое. В прошлый визит волонтёры починили своему подопечному стул. Сегодня ребята принесли продукты. Георгий Семёнович Филиппов говорит, что помощь молодых людей переоценить сложно. В это трудное время хочется от всей души поблагодарить волонтёров за их бескорыстную помощь нам во время пандемии коронавируса. Валерий Кравченко, заместитель руководителя Люберецкого штаба, утверждает, что волонтёрство – это командная деятельность. Без всесторонней помощи от разных организаций оказывать помощь было бы сложнее. Новый волонтёр, когда приходит, я ему или кто-то из опытных ребят, они ему всё показывают. То есть волонтёр смотрит, волонтёру всё показывают, как, что, где сделать, в каких ситуациях как поступить. И дальше человек сам уже идёт и волонтёрит. Волонтёрский штаб возобновил свою работу 15 октября. Сейчас он объединяет более 150 неравнодушных люберчан. Присоединиться к движению активистов может любой житель округа. Александр Колганов, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.